Дети-сироты Одной из важнейших социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является обеспечение жилым помещением. На сегодняшний день детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, полагается однократно в порядке очередности благоустроенное жилое помещение площадью от 24 до 38 квадратных метров. Относительно нового в законодательстве является то, что жилое помещение должно быть предоставлено по месту жительства ребенка. Квартиру предоставляют сроком на 5 лет. После истечения данного срока квартиру можно приватизировать. Следует отметить, что встать в очередь необходимо до 23 лет. После этого возраста данная процедура возможна только по решению суда при наличии уважительных причин. Для постановки в очередь необходимо обратиться в органы опеки и попечительства. Если органы отказываются поставить ребенка в очередь, то такой отказ возможно оспорить только в судебном порядке. Также бывают ситуации, когда ребенок фактически оставался в возрасте до 18 лет без попечения родителей, но они не лишены родительских прав, не ограничены, нет какого-либо решения суда, которое бы устанавливало факт отсутствия попечения. В связи с этим опека, к сожалению, тоже таким детям отказывает в постановке в очередь. Если ребенку исполнилось 18 лет, но он фактически относился к детям, оставшимся без попечения родителей, то ему необходимо обратиться в суд с заявлением об усыновлении юридического факта отсутствия попечения родителей в возрасте до 18 лет. Если решение суда будет положителем, то органы опеки и попечительства поставят ребенка на основании данного решения в очередь для получения квартиры по месту жительства. Для данной категории в последнее время довольно быстро строятся дома. В среднем ожидание сократилось до 3 лет. Если ребенок является сиротой, то тогда его обычно сам детский дом или специализированное детско-образовательное учреждение, в котором он проживает, автоматически ставят в очередь. Если ребенок остался без попечения родителей, например, родители лишены родительских прав или ограничены в правах, или они находятся в тюрьме и имеется какое-то решение суда, устанавливающий факт отсутствия попечения, то он сам должен обратиться до 23 лет в органы опеки и попечительства и стать в очередь. К сожалению, очень много ситуаций, когда дети пропускают срок обращения в органы опеки и попечительства. Обращаются после 23 лет, пытаются в судебном порядке установить сам факт отсутствия попечения. Но после 23 лет можно встать в очередь только по решению суда и только при наличии уважительных причин.